Не закрывай только сам все слышим. Доброго дня! Мы сейчас находимся в реальционном таборе Белеви Верховной Рады. Давайте проверим связь. Прошу тех людей, которые сейчас меня слышат, сказать, написать в чате, какая слышимость. Нормальная, либо Хевселидзе. Что там пишут? Ничего пока? Пока не пишут, только подключаются. Сейчас проверка у нас качества звука. 28. Нормально, да? Добро. Вчера нормальный звук пишут. Мариупольский суд Донецкой области по той же самой кальке, по которой он действовал в отношении добровольца Донбасса Александра Новика с Познанхаммер, члена Руху вызывания, одного из организаторов Табора Белеви Верховной Рады также поступил с двумя другими похищенными добровольцем АУН Лениным Литвиненко Позывной Бег и вторым командиром Баттона Донбасс активистом Руху вызывания Анатолием Виногродским Позывной ГАУ. Сначала они взяли выкрали людей хотя если бы их пригласили по повестке они бы явились Были многочисленные нарушения закона например, ГАУ предъявили Пидозру и огласили его вросших ночью уже почтовок его похитили камеру Пидозу по истечению установленного срока предъявили после этого сообщили о том, что якобы потерпевшие боятся за свою жизнь ввели потерпевшего в судебное заседание на этапе выбора за побежного захеда и закрыли судебное заседание для общественности после этого всем троим дали один и тот же решение 60 дней ареста без залога эти люди занимали соответствующие позиции в нашем движении ГАУ был руководителем штаба блокады Хаммер руководил Беспекою в революционном таборе Валентин Финенко Познаный Бек был руководителем группы АУН Слободская сотня которая была и на блокаде которая была сейчас и здесь проведены обыски также еще у 8 человек мы их все транслировали это старшая группа Батана Донбасс это медики Батана Донбасс то есть Порошенко действует в режиме Путина в режиме как они действуют в Крыму с крымскими татарами работает по руководителям ищет любые способы для того чтобы их выкрасть и пользуясь сепаратистскими судьями пользуясь полицией Донецкой области где например следователь по нашим данным постоянно ездит в Донецк к своей семье там многие такие людей рассаживать по решеткам я не буду сейчас вдаваться в дела в подробности этих дел вы можете их посмотреть у меня в аккаунте скажу только одно у Гала было видео в котором было видно что те бандиты которые задерживали добровольцы в этом Донбассе вместе с селянами что сброя вылученная броши вылученные принимают под видео работники полиции а потерпевшего который сейчас является якобы охранником у которого откуда-то нашли 600 тысяч гривен в наручниках полиция уводит это видео есть у меня в аккаунте суд отказал при общении их материалом дела Гал это человек который пошел защищать Украину в 14-м году будучи капитаном 3-го ранга в отставке ему почти 60 лет он начал с рядового стал после меня командиром Донбасса вывел свою группу с оружием из-под Иловайска они не сдались они пробились на Бахмутовской трассе в конце 14-го 15-16-й год Широкино он защищал Украину потом помогал в рамках ультурного корпуса в Донбасс бороться с тетуханами которые на деньги застройщиков избивают киевлян которые пытаются вырубать скверы для того чтобы поставить там чудную заправку незаконную и брутальный способ избивали киевлян помогал аграриям которых бандиты в сообществе с аваковцами в полиции в сообществе с министерством юстиции отбирали земельные ПАИ он выступил одним из руководителей штаба блокады и стал одним из организаторов руховызывания украиновед олигархов тазратники и не важно что дело которое на него завели было зарегистрировано почти 4 месяца назад не важно что оно было в Кировоградской области а Донецкая полиция этим занимается не важно что там нет никаких доказательств и он вообще и на видео видно ни в чем не принимал участие вам на эти вопросы ответов не дадут закрыли дело от общественности а на эти вопросы вам ответят вся эта мразь телевизионная и фейсбучная я имею ввиду придворных волонтеров которые будут рассказывать что там ужасные преступления без всяких подробностей шкиряки кивы туки черноволы черновилы это новая реальность и каждый военный сейчас на гачку практически на каждого заведено уголовное дело знает он об этом или нет как только он начинает выступать против мародерства против того что три года после Майдана люди пришедшие на крови небесной сотни разворовывают Украину против продажи национальных интересов начинает говорить а за что мы воевали этот человек будет посажен в тюрьму если сейчас мы проглотим спустим эти мариупольские суды то завтра суды будут в Донецке и Луганске послушайте что говорит уже Медведчук что нужно выдавать военных преступников туда Украина в 2014 году по планам тех кто пришел к власти на крови небесной сотни и по планам Путина должна быть разделена мы сейчас это уже понимаем планы Новороссии планы отжатия Крыма должны были быть поддержаны криками по украинским телеканалам обессилии что-либо сделать и дальше платы за царювание панувание здесь правящая верхушка должна была отдать территорию да это мое личное мнение но я думаю его разделяют многие украинцы вы видите как это все происходит вы видите все разговоры про наших людей там про сепаратистов тех кто сдавал наши города райотделы которые на свободе и про добровольцев которые в тюрьме и только подъем добровольцев и волонтеров в 14-м году спас страну а потом не могли сразу мародеры власти сдать национальные интересы потому что народ внимательно за ними следил три года поливали дерьмом всех тех кто защищал Украину три года судов над добровольцами над такими как солдат Калмогоров который выполнил в 14-м году приказ стрелять и получил 13 лет и которого мы вытаскивали совсем недавно отсюда из конституционной инстанции он три года просидел по решению мариупольского суда три года людей разъединяли сеяли в них сбивиру недоверие друг друга апатичность безысходность люди массово выезжают за рубеж и это принимает уже характер эвакуации масса активных людей прошедших фронт прошедших волонтерство просто скурбились и выбрали свое новое место в виде подхалимов у власти людей которых подыгрывает находятся у них на гачку а такие как Гал как Берг как Хаммер как многие из вас в будущем они сейчас сидят в тюрьме и с этим нужно заканчивать мы вчера провели на Раду войсковых командиров провели ВИЧ и приняли наступное решение первое заради особистой безопасности командиров руху и личного состава все захваты людей без предъявления удостоверения просто забежали запихнули избили увезли воспринимать как действия вооруженных ДРГ и использовать для этого все средства самозащиты предусмотренные нашим законодательством официально зарегистрированную сброю физические средства самозащиты человек имеет право защищаться этого беспредела не будет и поэтому те лица которые сейчас в Донецкой области планируют следующий захват и должны понимать что никто сейчас покорно никуда идти не будет вы не сотрудники полиции полиция нужна для того чтобы защищать людей от преступников вы беспредельщики вы вражеская ДРГ с нашими шевронами и будем поступать с вами соответственно я особо быстро как народный депутат беру на себя всю витовидовность другая по поводу тех людей которые по тюрьмам сейчас будет операционная инстанция массово собирается аграрий которым помогали хлопцы массово собираются добровольцы и волонтеры народные депутаты юристы мы не сомневались что в первой инстанции подконтрольных мариупольских судах будет такое решение и что бы мы там не делали это решение было бы такое блокпосты полицейские на въезде отсекли бы всех тех кто туда едет под любыми предлогами оружие, сброя нахождение в базе там и так далее во второй инстанции будет уже немножко проще в любом случае мы понимаем что для того чтобы наши хлопцы вышли для того чтобы все следующие не сели для того чтобы в Украине прекратился беспредел Порошенко должен идти геть все его попришники должны сесть в тюрьму включая его все их имущество должно быть конфисковано никакой Порошенко не бизнесмен никакие все его окружения не бизнесмен они всегда были министрами депутатами руководителями РНБО были были всегда у власти и доили нашу страну как могли поэтому низкие зарплаты низкие пенсии поэтому развал страны поэтому в 14-м мы были не защищены не было ни армии ни полиции ни СБУ и именно мы такие как ГАЛ пошли защищать Украину поэтому то что мы здесь находимся и народ не действует так как нам хотелось бы не поддерживает массово мы не должны опускать руки мы понимаем что используется тактика замалчивания практически все СМИ игнорируют то что происходит либо извращают я вчера смотрел передачу про суд над ГАЛом по 112 каналу там говорят о том что задержан с попличниками бывший командир батареона Донбасс за нападение на охранника потом показывают видеоряд и люди все которые не понимают им кажется что это и есть нападение на охранника а видеоряд идет когда выкрадает Леонида Литвиненко когда приезжает донецкий ОМОН я иначе его назвать не могу потому что ОМОН как в России как в Крыму выкрадает людей они действуют так же забирают Бека садят туда и увозят так вот так вот дурят людей люди думают что это ГАЛ на кого-то нападает так вот мы прекрасно понимаем что нельзя обижаться на народ нельзя говорить о том а что же происходит мы понимаем что происходит три года поливания дерьмом три года переворачивания посек с ног на голову три года фальшивые добровольцы фальшивые волонтеры пели о сам управящему режиму поддерживали любые посадки добровольцев за неделю за месяц это не исправишь мы не можем досучаться до людей потому что рупор между нами ими телевизионные каналы интернет-средства массовой информации они не в наших руках поэтому мы поедем в регионы мы будем поднимать людей теми свойствами которые мы сможем они ведь не знают ничего не знают люди напередки что происходят аресты многие не знают чего мы требуем многие не знают что вообще происходит протесты поэтому не оставляя этот лагерь не бросая блокаду преступных схем Порошенко которые сейчас происходят например на Волынскому мы поедем в каждый рецентр в каждую область мы будем людям с помощью газет листовок массовых собраний на ВИЧ рассказывать правду мы будем их будить тормошить выводить из того или трагического сна в которых преступная неукраинская власть все эти три года вводила и в это время мы будем понимать что мы в оккупированной стране что у нас может совершаться нападение провокации что могут выкрадать людей и мы будем защищаться мы не сдадим наших хлопцев мы не допустим того что эти репрессии будут в стране разворачиваться мы не опустим руки мы не будем обижаться на свой народ мы будем действовать ответственно так как привыкли действовать на фронте говорить людям правду идти к ним если они не слышат нас здесь будитель Порошенко и вся мразь которая двадцать с чем-то лет воровала разворовывала продавала Украину должна уйти в украинские тюрьмы их имущество должно быть конфисковано людям по легитимным украинским решениям суда должно быть остановлена ползучая оккупация страны флопцы должны выйти на свободу и мы все сделаем для этого если вы хотите помочь то вы можете выбрать один из нескольких вариантов первое объявлена мобилизация всех тех кто готов нам помочь гражданских и военных эта мобилизация происходит здесь в этом намете круглосуточно здесь есть комендант БСБ ТНД Дикий он ведет регистрацию людей второе если вы не можете сюда приехать вы можете сделать репост можете написать о том что вы видите можете сообщить своим соседям это очень важно так мы пройдем информационную блокаду недавно были ну по-моему купленные результаты социологических опросов в котором поддерживают или вроде бы поддерживают то что здесь происходит 21% населения это очень много если даже это правда хотя я думаю что там есть скажем так мошенничество так вот это очень много в условиях информационной блокады в условиях когда нас не слышат в условиях когда банда платных мудаков по телевизору в соцсетях врут людям манипулируют общественным мнением рассказывать им сказки это колоссальный результат и это сделали вы те кто смотрел прямые трансляции тем кто разносил газеты тем кто делал репост информационная работа это очень большая работа те люди которые в регионах и готовы приобщиться к активной деятельности выходите с нами на связь через личку фейсбука через штаб блокады через рух вызвания выходите просто по нашим особистым контактам давайте организовать осредки опору оккупации в вашем регионе мы все равно их переможем потому что все что у них есть это большие мегафоны группа наемников сепаратистским прошлым голубаны подвиги из Донецкой области и все что у них есть это административная система где они могут штрафовать любые решения судов но у них нет смелости у них нет идеи кроме мародерства и грабежа они не готовы положить свою жизнь в случае если необходимо они не готовы сесть в тюрьму косили хлопцы а мы готовы поэтому мы победим прочь всякие депрессивные настроения если люди нас не слышат здесь мы придем к ним слава Украине нажимай до рука другого ну что все ну что Продолжение следует...